Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Сейчас проводятся следственные действия. За долги по зарплатам, напомню, осудили и бывшего руководителя строительной компании Сергея Кочерова. За это, а также за уклонение от уплаты налогов он оштрафован на 1,8 млн. рублей. Программа Экономика. На пятерочку и магнит в Кирове предложили возложить социальную нагрузку. Идея прозвучала на заседании комиссии Гордумы по социальным вопросам, где обсуждалась просьба выделить из бюджета Кирова клубу Родина 60 млн. рублей. Депутаты отметили, что за хоккей с мячом отвечает областная власть, а в городском бюджете нет денег на детский спорт. Депутат Владимир Журавлев при этом предложил подключить к финансированию спорта крупные предприятия и организации, например, федеральных ритейлеров. Капиталистов нужно заставлять делиться, заявил Журавлев. Глава администрации города Дмитрий Осипов ответил на это, что бизнес всегда просит что-то взамен. Муниципалитет этого дать иногда не может, сказал он. Но при этом возможности привлечения бизнеса к финансированию спорта Осипов не исключает. Экономика. На 101 АФМ. Кировская область попросила денег на то, чтобы быстрее расселить жильцов аварийных домов. Программу, рассчитанную до 2025 года, планируется завершить в 2023. Для этого досрочно надо получить и финансирование. Поэтому областные чиновники направили заявку в фонд содействия реформированию ЖКХ. За ближайшие два года собираются переселить жильцов всех домов, признанных аварийными, до начала 2017 года. Сразу после этого приступят к реализации новой программы. Это расселение жилья, признанного аварийным после 1 января 2017. Получить планируют более 2,5 миллиардов рублей. Из регионального бюджета к этой сумме добавят 27 миллионов. Новые квартиры получат почти 4,5 тысячи человек. Экономика. Завершение валюты на сегодня. На официальный доллар 72 рубля 72 копейки. Евро стоит 85,20. Ольга Белезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.